Забеременела, попала в списки. Электронные. Теперь за всеми дамами в интересном положении будет следить система мониторинга беременных. Реализация крупного проекта по информатизации медицины началась с Приморского перинатального центра. В системе числится 200 женщин и каждый день список пополняется на 45 человек. Просматриваю все истории, то есть каждая пациентка, которая за день встала на учет, просматриваю, может быть какие-то ошибки выделяю у врача, там есть возможность обратной связи, то есть какие-то данные отправляются им обратно. Обратите внимание, вот здесь нужно добавить информацию или где-то добавить исследование. И, соответственно, женщины уже высокая группа риска, они находятся на контроле, там есть такое поле, поставить пациентку на контроль. Система мониторинга трехуровневая. Первый уровень – это учреждения, которые ставят на учет всех беременных. Учреждения второго уровня – межрайонные центры, которые принимают женщин с высокой и средней степенью риска на родоразрешение. Учреждения третьего уровня – три стационара Владивостока, которые забирают на себя пациенток со сложненной беременностью. Из отдаленных районов в Приморскую столицу таких пациенток доставляют и самолетами санавиации. Эта система позволит в кратчайшие сроки, только даже при постановке на диспансерный учет, уже формировать ту группу риска, к которой будут относиться мама и ее малыш. Она позволит врачам во всех регионах зайти в любой регистр ведения беременной и отмониторировать ту ситуацию, которая касается данной пациентки. И куда бы девочка или будущая мама не поступила с документами или без документов, врач уже может отследить ее, как протекала беременность, создать план ведения этих родов. Таким образом, объемный пласт работы автоматизирован. Это постановка на учет беременных, регистрация внесения результатов осмотра и всех результатов исследований, которые прошла за время беременности пациентка. Система позволяет оперативно принимать необходимые меры во благо будущей матери и ее ребенка. Самым маленьким мы выходили, это было 470 грамм ребенок, потом 490 грамм у нас было. Они маленькие? Да, они очень маленькие. Таких детей мы выхажем благодаря тому, что у нас есть современное оборудование. За год в перинатальном центре приняли 2700 женщин. За три с небольшим года эта цифра достигла почти 10 тысяч. Специалисты центра выходили 1500 детей с различными осложнениями. Из них 90% недоношенные. 33 недели родились мои детки. К сожалению, не планово, экстренно, потому что начались проблемы со здоровьем, но врачи молодцы, они вовремя отреагировали, прооперировали меня, а с детками все в порядке и со мной. А после этого нас перевели сюда, на второй этап выхаживания, потому что все-таки они хоть и крупненькие родились для тройни, по 2 килограмма каждый, но все равно они маловесные, им нужен особый уход. Предполагается, что в течение 2018 года система электронного мониторинга будет внедрена во всех женских консультациях и роддомах края. И все женщины, которые ждут ребенка, где бы они ни проживали и какой бы сложной ни была беременность, смогут получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.